Псалом 16 с объяснением Молитва об избавлении от врагов Псалом 16, молитва Давида Услышь, Господи, правду мою, Внемли воплю моему, Прими мольбу из уст нелживых, От Твоего лица суд мне да изыдет, Да возряд очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, Посетил меня ночью, Искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст Твоих, Я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, Да не поколеблются стопы мои. К Тебе взываю я, Ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, Услышь слова мои. Явить дивную милость Твою, Спаситель, уповающих на Тебя, От противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, В тени крыл Твоих укрой меня, От лица нечестивых, Нападающих на меня, От врагов души моей, Окружающих меня. Они заключились в тухе своем, Надменно говорят устами своими. На всяком шагу нашим Ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, Чтобы не зложить меня на землю. Они подобны льву, Жаждущему добычи, Подобны скимну, Сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, Предупреди их, Не зложи их. Избавь души мою От нечестивого мечом Твоим, От людей рукою Твоею, От людей мира, Которых удел в этой жизни, Которых чрево Ты наполняешь Из сокровищниц Твоих, Сыновья их сыты, И оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лицо Твое, Пробудившись, Буду насыщаться образом Твоим. Псалом 16, стихи с 1 по 15. Давид, полагаясь на веру В Божью справедливость, Доверил свою жизнь Богу, Уповая на Его суд. Это отражено в псалме Через образы послушания И доверия высшей силе. Христос, в свою очередь, Приносит защиту от врагов. Посмотрите это видео, Чтобы изучить Псалом 16, Давида, Иисуса Христа, И молитву о духовном руководстве И защите. Не забудьте подписаться На более глубокий контент. Псалом 16, комментарий. Краткое содержание. Первый стих. Услышь, Господи, Мою молитву о помощи И спаси меня, Праведного в мыслях и делах. Стихи с 5 по 10. Спаси меня от врагов, Подстерегающих меня. Тринадцатый. Восстань, Господи, Не изложи их, А я буду воспевать Тебя. Псалом 16, написанный Давидом, Представляет собой Проникновенную молитву, Обращенную к Богу В период глубокого душевного кризиса И смертельной опасности, Исходящей от заклятых врагов. Этот Псалом, Пропитанный личной болью и отчаянием, Одновременно является Мощным свидетельством веры И упования на Божью милость. Его структура, Хотя и кажется простой на первый взгляд, Наполнена сложными метафорами И глубокими богословскими смыслами. Первые четыре стиха Псалма Это напряженный крик к Богу. Кроме того, Обращение к Нему, Как к последней надежде и крепости. Давид не просто утверждает свою невиновность, Он буквально взывает о помощи, Подчеркивая свою праведность Перед лицом несправедливого обвинения. Важно отметить, Что эта честность Это не просто отсутствие Очевидных грехов, А глубокое внутреннее стремление К Богу, Жизнь по Его заповедям. Кроме всего прочего, Постоянная молитва И доверие к Его воле. Это внутреннее состояние, Которое Он противоставляет Ложной и коварной по природе Своих врагов. Доверие Богу. Вера Давида. В следующих стихах С 5 по 8, 13 Молитва становится более конкретной. Давид не просто просит защиты, А умоляет Бога Сохранить его непорочность, Укрепить его дух И уберечь от козни врагов. Он просит не только физического спасения, Но и духовной поддержки, Чтобы не упасть духом Перед лицом трудностей И не осквернить свою душу Отчаянием или местью. Здесь проявляется Не просто пассивное ожидание помощи, А активное участие Давида В борьбе за свою праведность, Подкрепленное непреклонной верой В Божью силу. Стихи с 9 по 12 и 14 Описывают врагов Давида Не просто как физическую угрозу, А как воплощение зла и беззакония. Вдобавок, Это не просто люди, Желающие ему зла, А силы, Стремящиеся разрушить Все святое и доброе. Давид использует яркие метафоры, Чтобы передать их свирепость, Коварство и наглость. Образ леопарда, Льва, Медведя Это не просто сравнение, А символы различных аспектов зла, Которые окружают его И угрожают его жизни. Важно понимать, Что здесь прослеживается Не только личная драма Давида, Но и более широкая картина Борьбы добра и зла, Света и тьмы. Псалом 16 Это надежда на будущее Божье благословение. В заключительных стихах, 15 и далее, В зависимости от перевода И интерпретации, Давид обретает утешение В надежде на будущее Божье благословение И торжество справедливости. Это, несомненно, Не просто оптимитическое заключение, А, в общем, Утверждение глубокой веры В Божий промысел И неизбежное наказание Для нечестивцев. Эта надежда не является наивной, А проистекает из его Предыдущих молитвенных образов, Прощений и доверию К Божьей силе и справедливости. Псалом 16 Это не просто молитва о спасении, Это исповедь, Возвание к Богу, Описание духовной борьбы И утверждение непоколебимой веры, Которая дает силы Преодолевать любые трудности. Вне всякого сомнения, В контексте Ветхого Завета Этот псалом предвосхищает Жертву Иисуса И показывает архетип человека, Ищущего убежище у Бога Перед лицом непреодолимых препятствий. Современный читатель Также может найти в нем Утешение и надежду, Понимая, Что даже в самые тяжелые моменты жизни Бог остается Последней и непоколебимой опорой. Пророчество об Иисусе Христе Псалом часто интерпретируется Как пророческое предсказание Страданий и жертвенности Иисуса Христа. В нем фигура Давида, царя, Предстает не просто как исторический персонаж, Но как прообраз Мессии, Демонстрируя поразительное сходство Между его жизнью и судьбой Христа. Давид, Несмотря на свою праведность И преданность Богу, Подвергался жестоким гонениям, Интригам и преследованиям Со стороны врагов, Что находит параллели в жизни Иисуса Христа. Эта аналогия основана На нескольких ключевых моментах. Во-первых, Как Давид, так и Христос Были абсолютно невинны, Но они стали объектом ненависти И несправедливого обвинения. Давида преследовали Саул И другие заговорщики И Иисуса, фарисеи и первосвященники, Несомненно, Которые завидовали его популярности И чудесным деяниями. В конечном итоге все сомнения, Приведшим к его распятию. Оба, Будучи неповинными, Были осуждены и преданы страданиям, Несмотря на свою праведность. Во-вторых, Важно отметить акт самопожертвования. Давид, Опираясь на веру в Божью справедливость, Вручал свою жизнь в руки Бога, Доверяя Его суду. Это, несомненно, Отражается в псалме Через образ покорности И доверия к высшей силе. Христос, В свою очередь, Также продемонстрировал Абсолютное повиновение Божьей воли. Более того, Принимая смерть на кресте Как искупительную жертву За грехи человечества. Его самопожертвование, Его готовность пережить Невносимые страдания, Стало кульминацией Его земной жизни И основой христианской веры. Мессия Все исправит И принесет Царство Божье. Кроме того, Важно учесть Контекст времени. Псалмы создавались В период, Когда идея О мессии Была широко Распространена В иудейской культуре. Таким образом, Образ Давида Как царя Помазанника Божьего, Преследуемого И не найдущего Справедливости На земле, Естественно, Связывался С ожиданием Прихода истинного Мессии, Который Исправит Все несправедливости И принесет Царство Божье. Поэтому Интерпретация Давида Как прототипа Христа Это не просто Сравнение, А прежде всего Сложная Богословская Концепция, Которая Помогает Понять Глубинный Смысл Псалмов И значимость Страданий Христа. Изучение Таких Аналогий, Помимо всего, Помогает Нам глубоко Понять И оценить Связь между Ветхим И Новым Заветом. Молитва О борьбе С врагами Господи, Боже мой, Я призываю Тебя в этот Час, Помоги мне В борьбе С врагами Моими Злыми. Ты знаешь, Как они Коварны и Хитры, Но я верю, Что Ты Сильнее и Могущественнее. Пусть Твоя Мощь и Мудрость Будут со мной. Пусть Твоя Любовь и Милость Защитят Меня. Я прошу Тебя, Господи, Избавь Меня От зла. Пусть Твоя Рука Будет Моим Щитом И Защитой. Все Мои Враги Падут Перед Тобой. Их Козни И Коварства Будут Разрушены. Я Буду Ходить По Путям Твоим. И Ты Будешь Со Мной. Как Верный Друг И Пастырь. Господи, Я Благодарю Тебя За Твою Любовь И Милость. За Твою Силу И Защиту Во Время Битвы. Пусть Моя Молитва Будет Услышана. И Я Буду Славить Тебя Во Все Дни Жизни Своей. Во Имя Отца И Сына И Святого Духа. Аминь. Если Вам Понравилась Запись Или Вы Получили Слово Откровения Духа Святого, Конечно, Поставьте Лайк. Когда Вы Ставите Лайк Мне Нравится Или Делитесь Рассказать Друзьям. В результате Вы Помогаете Служению Спасения И Распространению Божьего Слова. Подписывайтесь, Делитесь И Передавайте Привет Братьям И Сестрам. Аминь.